Приветствую вас, дорогие мои близнецы! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на октябрь 2020 года. Расклад я сделаю для рождённых под знаком зодиака близнецы и для тех, у кого асцидент находится в знаке зодиака близнецы. Так что, кто знает свой асцидент, можете посмотреть видео и по Солнцу, и по асциденту. Итак, какие же события вас ожидают в этот период? Что будет на работе, что будет в отношениях, в финансах и так далее? Давайте узнаем. Итак, фон месяца. Угу, семёрка чаш, хорошо. Задача месяца. Так, правосудие. Угу, интересно. Так, настроение какое будет? Башня. Сбудутся, реализуются ли ваши планы, которые вы наметите на октябрь? Да, прекрасно. Девятка Пентакли. Ну, что мы видим, дорогие мои? Что мы видим тут? Фон месяца семёрка чаш. Будет много планов. Даже, знаете, планы на грани мечтаний. Может быть, даже фантазии. Захочется то, чего желает ваша душа. Настроение, конечно, будет тоже соответствующее, такое эмоционально возвышенное. Я бы даже сказала, на грани иногда айфории, что ли. Да. Ну, видимо, будут некие события, которые периодически будут вас вводить вот именно в такое состояние. Ну, мечтать не вредно. Даже наоборот. Очень полезно иногда. Поэтому прекрасно. Прекрасная карта и прекрасное, как говорится, ожидаемое ваше состояние. Следующая позиция. Задача месяца. То есть, то, что как бы рекомендует вам месяц. На что обратить внимание в этом месяце? Здесь выпало правосудие. Это в первую очередь поступать по справедливости. По справедливости как к себе, так и к другим. Не нарушать вот это равновесие. Не нарушать баланс отношений. Для кого-то, вполне возможно, карта советует заняться какими-то юридическими вопросами. Судебными вопросами, чтобы отстоять свои права. Различные права. Имущественные, профессиональные. Это может быть, конечно, и не только обращение в какие-то юридические инстанции. Это может быть даже вот на уровне того, что высказать свои претензии, если вы чем-то недовольны. Расставить, как говорится, все точки над «и», высказать своё мнение. И не просто высказать, но и доказать, что вы правы. Вот. Доказать, что вы правы. Ну, настроение, конечно, интересное. По башне. Вот почему-то, знаете, пришла такая мысль. Не исключено, что в этом месяце у вас будет снос крыши. Да. То есть, некое событие, некое настроение, вполне возможный по семёрке чаш, хотя она слабовата, конечно, для башни, но тем не менее. Бывает у нас, бывают обстоятельства, когда сносит просто крышу. Это не обязательно плохие обстоятельства. Это бывает и радость, зашкаливающая радость. Или сносит крышу, когда приходит озарение чего-то, какая-то идея. Или, допустим, влюблённость некая. Да даже и любовь, что там говорить. Влюбились вот просто. И снесло крышу. Бывает. То есть, как бы, знаете, происходит разрушение устоявшегося вашего бытия. Вот шло всё спокойно, спокойно, и у вас что-то, нечто произошло. И всё. Взрыв эмоций и, естественно, взрыв башни. Вот. Ну, настроение, конечно, по башне говорит о том, что будет резкая смена. Вполне возможно, что вот это состояние будет у вас вообще в первый раз. То есть, до этого вы были спокойны, уравновешены, уверены в себе или уверены в ком-то. Уверены в своей работе. Уверены в том, что вы держите под контролем все события, которые происходят с вами. Вот. Или наоборот, кстати говоря. Или наоборот, были неуверены. Ни в себе, ни в работе. И вот происходит нечто, и всё кардинально меняется. Да. Кардинально меняется, и ваше настроение вот просто вот выпадает в осадок. Уж извините меня за выражение. Хотя оно не совсем, конечно, подходит. Но, тем не менее, как взрыв мозга идёт, понимаете. Взрыв мозга, соответственно, выбросы адреналина и ещё там каких компонентов, какие у нас происходят во время каких-то неожиданных событий. Не будем, как говорится, останавливаться более подробно. Но я думаю, что, друзья мои, вы поняли. Всё-таки это необычное ваше настроение. Это его резкая смена. Причём кардинальная смена. Как в ту, так и в другую сторону. Ну, я думаю, учитывая всё-таки семёрку чаш, фон месяца, скорее всего, это может быть даже и связано с вашим каким-то творческим направлением, увлечением. Может, с любовью. Да, встретите партнёра или партнёршу, влюбитесь. Может быть, с каким-то известием или со сбывшимся каким-то событием, которого вы ждали. Со сбывшейся даже мечтой. Что там говорить. Так, сбудутся ли планы? Да. Девятка, Пентакли, однозначно, да. Всё вы реализуете. Что наметите, то и реализуете. Всё у вас получится. Если это касается финансов, то особенно. Если у вас расчёты какие-то. Заработать побольше денег. Да, большая вероятность, что это у вас получится. Найти работу. Договориться о чём-то. Наладить отношения. Поехать куда-то. Продать что-то. Или купить что-то. То да и да-да. Ответ да. Ну что ж, прекрасно. Идём дальше. Профессиональная сфера. Что здесь вас ожидает, дорогие мои близнецы? Давайте посмотрим. Так, рассмотрим отдельно события для тех, кто работает по найму. Для уволившихся. Для работающих на себя. Ну и личные дела. Итак, какие события в профессиональной сфере. События для тех, кто имеет работу по найму. Что вас ожидает в этом месяце? Тройка пентаклей. Ой, извините, тройка жезлов. Вот забыла ещё сказать. Вот эти моменты, особенно настроение, мы, конечно, потом посмотрим, в какой сфере они могут проиграться. Что может такого произойти, что у вас так настроение кардинально может измениться. Итак, возвращаясь к работе по найму. Тройка жезлов. Ну да, здесь есть некий аспект тоже неожиданности, который может поспособствовать вот такому настроению всё-таки. Мы видим, что сломался маяк. И человек вынужден показывать путь кораблям факелом. То есть, зажечь костёр и показывать путь факелом. То есть, да, действительно, не исключено, что вам в этом месяце придётся использовать какие-то нетрадиционные методы, способы. Либо в своей работе, либо в своём поведении, в вашем окружении. То есть, может что-то произойти в вашей фирме, где вы работаете также. Или полученной информации, или сменится инструментарий для работы. Условия труда поменяются. Может быть, придёт новое руководство, и вам придётся перестраиваться. И даже может и подстраиваться под это новое руководство. То есть, некие изменения, некие новшества, которые заставят вас тоже меняться. Чтобы остаться на этой работе, придётся что-то либо в себе менять, чисто вот на внутреннем. Либо менять подход к своей работе, и чему-то учиться. Что-то возможно даже начинать сначала, что-то новое. Либо возвратиться к какому-то старому инструментарию, может быть, даже уже забытому вами. Но, тем не менее. Вот как-то так. Давайте ещё одну карту посмотрим. Да, что-то уйдёт, друзья мои. Карта смерти. Да, идут перемены. Что-то может очень кардинально измениться. Поэтому, да, ваше настроение по башне будет, скорее всего, у вас на работе. Если вы работаете по найму. Может быть, даже и узнаете, что фирма закрывается. Что фирма обанкротилась. Или пойдёт такая крупнейшая реорганизация, которая поменяет от и до. Да, может даже направление фирмы сменит и потребуются какие-то новые специальности, новые специалисты. Так что послушайте внимательно по информации, которая вам будет идти. Может даже и придётся действительно подумывать уже и о поиске нового места. Всё-таки по тройке жезла мы видим, что здесь, знаете, вот здесь, да, используют человек факел. Но здесь же можно и понять так, что придётся даже, может, попросить помощи. Понимаете? Чтобы приехал кто-то, какой-то специалист и заменил вот этот маяк. Да. Будьте внимательны, дорогие мои. Будьте внимательны. Не исключены перемены. Идём дальше. Что будет, кто собрался увольняться? Вплоть до того, что уже положил заявление. Что будет для вас? Как складываться будут события? Уволитесь вы или останетесь? Ну да, подвешенное состояние. Что-то вполне возможно вас задержит на этом месте. Либо вам предложат какую-то другую специальность, которая, ну, заставит, скорее всего, вас подучиться, навыка поднабраться. Что-то будет там новое. Вот. Ну, я здесь не вижу увольнения. Не вижу. Либо вы передумаете, либо вы задержитесь в связи с какими-то обстоятельствами. Вполне возможно, что не зависящими от вас, дорогие мои. Поиск работы. Кто не работает, а только ищет работу. Что у вас будут? Ага. Тройка мечей. Ну, знаете, такое ощущение, что несколько вариантов будет выбора. И будет очень сложно выбрать. Да, сложно выбрать, какой из этих вариантов предпочтительнее. Также карта, конечно, еще говорит, что не совсем все просто будет. Может, даже, знаете, трудно будет идти собеседование. Некие препоны будут. Особенно там, куда вы хотите попасть. Естественно, вас это будет очень расстраивать. Все-таки тройка мечей. Она еще и как разбитое сердце. Ну, вот, знаете, у меня такое ощущение, что, ну, вряд ли вы в этом месяце найдете работу. Именно ту работу, которая вам нужна. Да, приглашения будут, но они вот, ну, не совсем вам будут подходить. Ну, вот, если учитывать рисунок карты, да, мы видим здесь прямое колдовство. Не исключено, что кто-то из вас, знающий эти практики, магические практики, будет помогать себе в поиске работы или трудоустройству туда, куда вам нужно. Да, почему бы и нет. Ну, знаете, здесь легкого пути нет. Легкого пути нет. Может быть, поэтому задача месяца выпала правосудие, что вам нужно подготовиться, хорошо подготовиться, чтобы попасть туда именно, куда вы хотите, или на ту профессию, которую вы хотите. Да, нужны знания. Нужны знания и нужна подготовка. Мечты мечтами. Как я говорю, что это хорошо, но, тем не менее, нужно еще и учитывать реалии. Да. Ну, давайте еще одну карту. С чем же эта тройка? В чем нам эта тройка мечей еще говорит? Ну, да, пятерка Пентакли. Да, не все так просто, друзья мои. Будет некая проблема. Вполне возможно, что вам придется даже обратиться за помощью кому-то, чтобы помогли вам найти работу. И вполне возможно, знаете, работу могут вам предлагать, но она вас не очень будет устраивать по зарплате. Да, слишком низкая зарплата. Что, конечно, для вас, ну, вот, никак. Совсем никак. Ладушки, идем дальше. Кто работает на себя? Кто имеет свой бизнес? Официальный, неофициальный, домашний бизнес в том числе. То есть, дела, которые вам приносят деньги. Может, кто-то рукоделит дома, может, у кого-то интернет, канал на ютубе, может, кто-то что-то мастерит своими руками, печет, стряпает, ну, я не знаю, там, ремонтирует что-то и так далее. То есть, все дела, которые приносят вам деньги. Я так называю это работа на себя. Ну, и, конечно, отсутствие начальника. Как будут у вас дела складываться? Так, двойка мечей. Нежданчик, дорогие мои. Нежданчик. Так что, настроение по башне не исключено, что может быть и в профессиональной сфере, как вы уже поняли по выпавшим картам. В том числе и работа на себя. То есть, неожиданная ситуация, которая может вас ввести в своего рода ступор, в состоянии нерешительности, в состоянии, я бы сказала, даже выбора. Что выбрать? Каким путем идти? Или как порешать этот вопрос? Даже, знаете, может быть, это и не проблема. Вполне возможно, что вы задумали некий проект. Интересный для вас проект. Но перед вами встанет задача выбора, по какому идти пути. Понимаете? Своего рода, знаете, выбор бизнес-модели. Как себя вести с вашими будущими клиентами? Какую целевую аудиторию выбрать? Как продвигать свой товар или услугу, или работу? Понимаете? И это приостановит. Приостановит ваш вот этот проект. Ну, это не обязательно, конечно, касается и нового проекта. Возможно, даже и старый проект. То есть, дело, которым вы сейчас занимаетесь, тоже потребует неких изменений. Изменений для того, чтобы получать более хороший результат, более хорошую прибыль, чем это есть сейчас. Да. Какая-то неожиданная ситуация. Которая заставит вас задуматься. Ну, давайте ещё одну карту выложим. Что тут такое? Ну, да. Четвёрка. Чаш это уже говорит, что при остановке каких-то ваших действий, активных действий, активных действий, своего рода дадите себе тайм-аут на обдумывание, что делать. А может, даже вообще решить и расслабиться, и не думать. Может, кто-то вообще пойдёт, своего рода, отпуск. Скажет, что всё, в этом месяце я с клиентами не работаю, я расслаблюсь, я отдохну, я займусь своими делами. А потом, как говорится, с новыми силами уже начнут действовать дальше. Так. Личные дела, дорогие мои. Личные дела. То есть, это все дела, которые вам не приносят деньги. Не приносят. Это хобби, увлечения, хозяйские дела, домашние дела с друзьями, с подругами, с соседями, договорённости с какими-то фирмами по ремонту, по каким-то работам, по услугам. Вот. То есть, сами вы ничего не производите. Итак, что здесь вас ожидает. Ну, здесь всё прекрасно. Здесь у нас идёт продуктивная довольно-таки работа. Подсчёт. Что ещё сделать? Как сделать? Сколько денежек на это потребуется? Потому что дама Пентакли – это хозяюшка. Это хозяюшка практичная, педантичная, которая не потратит, как говорится, лишний раз рубль. Просто вот так вот выкинуть в угоду настроения там или в угоду какой-то прихоти. Нет. Тут всё у нас схвачено, за всё заплачено, всё обдумано. Вполне возможно, если это не вы в роли такой дамы Пентакли, вполне возможно, что какое-то влияние окажет на ваши дела, личные дела, вот такая персона. Так что здесь всё нормальненько. Так, ну и финансы. Давайте посмотрим, а что со финансовой сферой? Ну, королева мечей. Ну, какие-то непоняточки. Ну, в каком плане непоняточки? Тоже своего рода, знаете, будет типа мозговой атаки. Ну, по крайней мере, всё-таки королева мечей – дама серьёзная. Дама серьёзная. Она также относится серьёзно к своим, она относится вообще серьёзно ко всем делам, в том числе и к финансовым делам. Да, вполне возможно, будете подсчитывать, сколько вы потратите в этом месяце, сколько заработаете доходов, куда направить эти деньги. Не исключено, что кому-то в этих делах будет помогать вот такая персона. Или, по крайней мере, будет влиять на ваши дела. Не исключены какие-то, может быть, и юридические вопросы, связанные с финансами. Да, подписание неких договоров, написание заявлений в инстанции, в том числе в государственные инстанции. Ну, и, конечно, повышенный контроль за использованием ваших финансов – это однозначно будет. Контроль и учёт. Для кого-то, возможно, потребуется совет, связанный с финансами. И этот совет вы получите в лице как раз вот этой дамы. Ну, давайте ещё, наверное, одну карту выложим для прояснения ситуации более. Ага, тройка пентаклей. Да, будет, как говорится, особое внимание направлено именно на денежную сферу, связанное с какой-то работой. Либо вы сами будете эту работу производить или услуги, либо вам понадобятся эти услуги или эти работы. И, естественно, для вас это будет очень серьёзно, и вы подойдёте к этому вопросу очень педантично. Поэтому вот дама и выпала, что дама мечей. Контроль и учёт. Серьёзно, практично, безэмоционально. Вот как-то так. Ну что ж, теперь давайте, друзья мои, перейдём к отношениям. В сфере отношения. Что здесь у нас будет происходить? Чего ожидать здесь? Так, наверное, вот чуть-чуть. Мы сейчас это дело сдвинем. Так, 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 так. Рассмотрим отношениям у тех, у кого есть пара. Свободную, для свободных личную жизнь посмотрим. Рассмотрим отношениям, у кого есть на стороне, что там будет происходить. И отношения с вашими родными. Вот таких у нас будет четыре позиции. Так скажем, самые главные. Итак, как будут складываться события в сфере отношений. Для тех, кто имеет пару. Что здесь у нас? Двойка мечей. Вот тут уже у нас выпадала двойка мечей. Нежданчик. Ну, это другая сфера. Поэтому мы будем концентрироваться. Ну, не сказать, чтобы что-то радушное. Всё-таки двойка мечей. Она говорит о том, что что-то заставит вас задуматься в этом месяце. Может, вас не будут устраивать ваши отношения. Может быть, это просто концентрация на себе, связанная со своими делами. И не связанная с вашим партнёром или партнёршей. Но, тем не менее, это как своего рода отстранённость от своей половинки. В связи с тем, что ваша голова занята другими делами. Не исключено, что поведение вашей половинки может поставить вас, ввести в такое состояние задумчивости. Некой задумчивости. Или даже, может быть, в состоянии выбора. Да. Выбора, что делать, как поступить. Или почему так происходит. Почему ведёт себя так половинка. Ну, тут, знаете, тут может быть много абсолютно вариантов, когда мы впадаем вот в некое внутреннее погружение. Размышление. Да. Ну, давайте посмотрим, что ещё. Ага, шестёрка Пентакли. Да. То, что это связано с отношениями, это однозначно. Всё-таки шестёрка Пентакли, она говорит о взаимодействии с кем-то. Так вот, вот это ваше состояние связано с отношениями, может быть, не вашей половинки, а с отношениями на стороне, с кем-то. Но эти отношения влияют на ваши отношения с вашим партнёром или партнёршей. Понимаете? Да, двойка мечей, она уже намекает на некие шаткие такие, шаткие-шаткие отношения. Шаткое положение. С чем связано? Ну, я не исключаю, что даже и с любовным треугольником, друзья мои. Да. Или с влиянием неких персон или персоны на ваши отношения. Вот. Это тоже может быть. То есть, не обязательно любовный треугольник. Может, как говорится, родители каким-то образом вмешиваются в ваши отношения. Друзья, подруги, коллеги. Да, знаете, желающих вмешаться, дать якобы советы, очень много. Поэтому вполне возможно, что из-за этого, друзья мои. Да, из-за этого. Всё-таки, смотрите, задача месяца у нас выпала правосудие. Вот здесь главное не наделать ошибок. Выбрать правильную стратегию, правильную тактику, поведение, слова правильные подобрать. Да. Ну, шаткость наблюдается. Друзья мои. У кого всё хорошо, так что вы даже не загружайтесь, скажем так. И хорошо, что хорошо. Не обязательно, что это всех касается. Всё-таки прогноз-то общий. Да. Ещё знаете, что добавлю? Не исключено, что каким-то образом ваше финансовое положение создало вот такое напряжение. Да. Неопределённость в отношениях. Именно какая-то финансовая проблема или финансовая задача. Ну, или финансовая заинтересованность. Тут уж у кого-то что. Так, теперь давайте посмотрим события в личной жизни у свободных близнецов. Четвёрка мечей. Ну, любовью здесь не пахнет, знакомствами не пахнет. Здесь больше мы видим концентрацию на себе. Над какой-то задачей, возможно. Да. Может, она, эта задача, и не связана с сердечными делами. Вполне возможно, что у вас других дел хватает, других интересов хватает. Но здесь некая отстранённость. Месяц не для любви, скажем так. Так, отношения на стороне. То есть, у вас есть вторая половина постоянная, и есть связь на стороне. Так вот, как будут складываться отношения на стороне? Ну, что ж, у нас выпал тут император. Да. Ну, как-то тут всё серьёзненько, я бы сказала. Стабильненько. Либо этот партнёр на стороне очень большое влияние на вас оказывает. Даже, я бы сказала, давление оказывает. Да. Руководит вашими отношениями, направляет их. Сам или сама устанавливает место встречи, время встречи. Даже, может быть, диктует свои условия. Ну, если в образе императора вы, то, как говорится, сами поняли, что это такое. Ну, в любом случае, друзья мои, эти отношения имеют большое значение для вас. Вполне возможно, что даже большую перспективу для вас представляют в будущем. Не исключено, по крайней мере. Так, отношения с родными. Давайте посмотрим, что с родными. Ну, девяточка Пентакли, в принципе-то. Всё в рамках. Хотелось сказать, в рамках закона. Нет. Если не закона, то вашего. В рамках ваших желаний. Вот как вы хотите, такие отношения и будут складываться. Ну, самое главное, друзья мои, вы довольны. По крайней мере, вы довольны. Я уж насчёт ваших родных не знаю. Но вас всё устраивает. В октябре месяце никаких шероховатостей не наблюдается. Не исключены какие-то общие финансовые дела с вашими родными. Может быть, в виде помощи. Может быть, в виде каких-то общих инвестиций во что-то. И то, и другое вполне может быть. Да, денежные дела. Денежные дела, в которых вы заинтересованы. Вот это ключевое слово, в которых вы заинтересованы. Так. И совет. В заключение, как говорится, нашего расклада. Совет карт Таро. На октябрь. Ага. Карта Мир. Отлично. Совет один, друзья мои. Создайте гармонию внутри себя и вокруг себя. Если что-то уже отжило или не устраивает, закрывайте этот этап. Закрывайте. И приступайте к новому. К построению нового этапа. Не важно, отношение это, работа или что-то другое. Вот такой совет дают вам карты Таро, друзья мои. Ну, а мне остается пожелать вам мира, любви, здоровья. И будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok